давай пока так артём давай смена смена локаций я понял что ты на кухню переехал тебя выселили уже надоел там разговаривать по вечерам я просто покушал при этом кит ну что рассказывай как дела короче что так я запустил квиз вчера вчера запустил пошли лиды много вчера был один и сегодня 6 они ну я понимаю почему их много и они такие все но нам на будущее там кому-то на осень кому-то на июль надо через неделю короче да все просят каталог я спрашивал чем могу помочь на хрена спрашиваю чем я могу помочь если я вижу что в заявке написано дай каталог и я тебе просто говорю ну вот поступила заявка на каталог может давайте примерную стоимость там сказать там скажите говорю примерную стоимость и скидываю каталог все они вот сегодня я вчера один отработал сегодня 5 вот партнеры екатерина которая была вот которая сливала с замеры она платит то есть от нее было две продажи вот одна платит быстро без вообще как только предоплата сразу оплачивает что за 200 одна по моему что там на 300 с чем-то было или на 200 с чем-то сейчас на 540 поздравляю хорошая операция ну в целом уже неплохо уже вот сейчас еще один партнер закрыла хотя ну я сейчас тоже расскажу еще на пол миллиона причем причем этот лид слила екатерина как я понял у них работает то есть там замерщик у которого своего производства терраса какой-то такой ну типа и как только он видит что маленький чек или маленький объект он так типа забивает болт и она как не понимает что ответить мне она просто молчит которым есть какая-то информация она сразу отписывается если я называю хороший чек этот лид обрабатывается быстрее то есть вот этот момент я заметил и есть один партнер который вообще без проблем выезжает на все замеры ему даже стоимость он говорит да ты можешь даже стоимость не называть я просто буду выезжать мерить считать и назвать цену у него оказалось дорого ну прям дорого дороже чем в среднем по рынку но что самое интересное он как-то закрывает ну я знаю это так работает что если человек на замере умеет нормально общаться он будет закрывать даже выше рынка просто за счет того что он располагает к себе людей ну типа это нормально причем мы с ним разговаривали я говорю ну а сколько ты вот прошло три замера я говорю так а сколько ты назвал ингредиент ну вот триста тридцать там и триста тридцать а я понимаю что я этим клиентом вообще ну ценник я гораздо ниже назвал я говорю славну это прям как-то дорого но он говорит ну вот так вот я этим плачу этим плачу этим плачу и он одного клиента закрыл на триста на триста десять тысяч я такую думаю ну нет этот наверное не будет закрывать один раз повезло и вот он сегодня еще одну закрыл причем я этому клиенту называл двести пятьдесят а он на полмиллиона закрыл я такой как кого что да пробовать да и у меня в голове мысль такая так я значит буду просто всех к нему на замер не в коем случае и в коем случае всех к нему на замер не отправляй потому что ну нам надо его полностью проверить надо чтобы он все выплатил надо чтобы он исполнил обязательства больше пяти заявок пока ему вот пять заявок отдал все пока на стопе он должен выплатить деньги он должен исполнить хотя бы какие-то обязательства чтобы ну я понимаю тебя абсолютно что голова сейчас немножко идет кругом что типа вау какой классный партнер там и так далее опять же не забываем вот им ты же не сегодня писал по поводу того что через пешку деньги провести это он кстати но он сам решил вопрос но как бы вот у меня голову не терять но спустись немножко на землю и не идеализирует партнера то есть ну как я и говорил 5 заявок отдаем смотрим и уже после этого принимаем решение ну я понял ну вот он одну предоплату мне скинул окей надо надо еще одну вот сейчас сегодня вот он закрыл партнера закрыл клиента готовить договор говорит скидываю на согласование завтра послезавтра может будет предоплата на 500 до который на 500 и на мне две предоплаты скинула то есть я в целом понимаю что окей ну просто типа большие чеки я для себя понимает буду что если это большие размеры террасы я буду сразу называть там большую сумму отправлять им и как бы возможно будет выше конверсия у тебя получается 4 сделки закрыта ну да на 160 на миллион 680 ну короче 168 комиссии и это плюс еще висит я нашел партнера который вот я писал в к по принципу если кто-то где-то найди спроси контакты да я спросил контакты вышел на на этого партнера причем они меня сам клиент предупреждал что у них там все забито у них там очередь я думаю блин ну чем черт не шутит я думал просто попробуем и как-то мы стали разговаривать и нормально договорились я ему скинул заявки причем я ему скинул человека который ждал замера кучу лет вообще от екатерины потом я его скинул руслану который дорого он говорит да ну как то слишком дорого я опять ему звоню говорю слушай давай так раз у нас не получилось поработать давай я просто сейчас коллег уточню они вроде как делают подешевле тогда я уже нашел третьего партнера просто но нити наберут ну хотя бы с ними поработать он ой да да спасибо спасибо и все приехал еще один замерщик вот этот второй пар третий партнер дешевый я не вроде как окей типа вот там до среды решится показать надо просто проявить настойчивость и креативность и закрыть сделку видишь ну типа клиент ну не сливаются когда ты к ним не приехал на замер если ты помогаешь им решить их проблему все но все нормально причем у меня внутри есть вот это но как-то неловко он ждет он бесится ему звоню но ты просто через это переступаешь и говоришь то что примерно нужно ну цели-то стоят хочется получается да когда ты честно и искренне ну как ты честно и искренне в том что ты хочешь клиенту помочь да это в первую очередь да и ты думаешь ну я тебе просто найду другого подрядчика ну полуправда но вы поработаете тебе хорошо я все равно свою комиссию получу вот третий партнер он самый оперативный он он быстро сразу звонит у него нормальные цены сразу назначает замер вот висит там по-моему три или четыре замера у него вот этот пятый как он говорит ну у них ценники хорошие я когда называю клиентов его ценники они уже говорят нормально давайте замер как мне кажется как мне кажется будет высокая вероятность тоже в закрытие договора ну пускай не 5 из пяти ну пускай там внутри из пяти даже если будет хотя но у меня есть ощущение что может быть и 5 из пяти хотя может не будем посмотрим ну наконец-то вот я увижу что ты хоть немного улыбаться начал поверил да все таки что схема то работает работает мне все нормально я и верил я я понимаю но ты верил без улыбки сейчас ты уже такой типа нормально что там это